Сотрудники Федеральной службы судебных приставов совместно с работниками Акционерного общества Карачаево-Черкесской Энерго провели в республике рейд по поиску неплатильщиков за электроэнергию. Как он проходил, расскажет мой коллега Эрнест Чуков. Обычно с виду дорожная камера на самом деле лишь часть аппаратно-программного комплекса дорожный пристав. Он сканирует и распознает номера проезжающих автомобилей. Если машина числится за должником, находящимся в базе данных судебных приставов, программа подает сигнал и выводит информацию о задолженности на экран. Инспектор ГИБДД останавливает машину, а судебный пристав получает возможность пообщаться с должником. Сегодня это один из наиболее эффективных инструментов работы с должниками, а потому к услугам комплекса обращаются часто. В этот раз вместе с приставами в рейд вышли и сотрудники Карачаево-Черкесской Энерго. Местом для его проведения они выбрали город Джугуту. Эбитурская задолженность конечных потребителей города Усть-Черкесской Энерго перед акционерным обществом Карачаево-Черкесской Энерго составляет 11 млн 596 рублей. Из них более 6 млн рублей потребители частного сектора. Хотелось бы обратить особое внимание потребителей, проживающих в многоквартирных домах, что плата за электроэнергию в многоквартирном доме является не только оплата за потребленную электроэнергию по индивидуальному прибору учёта, но также за общедомовые нужда. Всего же общая задолженность потребителей Карачаева-Черкесии перед АО «Карачаево-Черкесская Энерго» превышает 575 млн рублей. Причём наибольшие долги за электроэнергию накопили организации, финансируемые из федерального бюджета – почти 255 млн. Что касается долгов населения, то они тоже, к сожалению, растут. И уже составили 65,5 млн. рублей. С должниками ведётся работа. Сначала им отправляют претензии о необходимости погасить долг, а в случае непоступления средств дела передаются в суд и к приставам. В целом за 12 месяцев 2018 года в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса всего было направлено сумма взысканная 231 млн. рублей. За аналогичный период 2017 года была направлена сумма более чем 186 млн. рублей. Доводить дело до суда невыгодно в первую очередь самому должнику. Ведь в таком случае к сумме долга добавится ещё и пеня, плюс судебные сдержки, оплата услуг за отключение и подключение к сети. И зачастую сумма основного долга оказывается гораздо меньше дополнительных затрат. А если абоненту сложно единовременно погасить всю сумму, энергетики готовы пойти ему навстречу. В ходе нынешнего рейда нескольким десяткам водителей всё-таки пришлось оплатить свои долги. Благо это было сделать несложно. Прямо в машине у пристав есть специальный терминал. А особо злостные неплательщики оказались под угрозой лишения своего автомобиля. Ведь приставы имеют полное право изъять всё долго транспортное средство, как, собственно, и любое другое имущество должника. Энст Чуков Станислав Сушков, Архиз 24.